я хочу еще несколько вариантов предложить что можно вот это вот вот эта технология называется охота за целью когда человек с помощью вот таких вот вопросов либо сам себе задает но еще раз лучше если кто-то вам поможет это делать со стороны с помощью этих вопросов человеку помогает определить что ему нравится делать где он хочет реализоваться еще один метод подобный есть мой друг психолог он использует это чтобы помогать людям определиться он спрашивает у них а чем вы кем вы мечтали быть в детстве что вам нравилось быть в детстве и почему детство потому что в детстве еще телевизор не смотрели хотя сейчас уже видел статистику пяти годам ребенок на западе начинает уже отличать торговой марки он уже понимает уже объяснили ему ну раннем детстве еще не смотрит телевизор и поэтому нет наносных желаний и в далекие времена когда люди понимали что человек рождается у него в прошлом были желание это что он родился в таком теле это не случайно него есть желание и пока он маленький и пока ему еще никто ничего не объяснил чем его не тем надо заниматься они пытались понять желание этого маленького ребенка там была такая церемония когда маленький ребенок ему на выбор давали несколько предметов связано с разными отраслями знания профессий и он понятно что ничего не понимает но ему спонтанно инстинктивно что-то нравится и он начинает ползти туда где ему больше нравится это помогало родителям понять вот изначально что ему хотелось и развивали его в том направлении целый целый обряд целая церемония которую проводили раньше и вот мой друг андрей он когда люди приходят к нему с этим вопросом он первое что он начинает с ними делать это узнавать что ему нравилось в детстве он человек рассказывал чем он жил кем он хотел быть и чтобы уточнить эту сферу он потом проводит такой эксперимент говорит вот представь что ты отправляешься в кругосветное путешествие вот у тебя корабль хорошенький кораблик и тебе надо взять но все что тебе надо в этом путешествии не стесняйся места хватит и он значит уже по полочкам здесь вот кофеварку вот здесь чемоданчик свой компьютер вот все вот разгожил вот так вот это еще мне надо вот это пишет прям список чему надо замечательно а теперь знаешь корабль стал тонуть и надо выкидывать лишнее и вот что ты будешь выкидывать в первую очередь ну вот это можно выкинуть ладно ну ладно выкинем и вот он оставляет и он тонет он все выкидывает а еще что можно выкинуть и в конце концов у него остаются какие-то предметы которые вот ну без этого готов я уж сам лучше выпрыгну вот у него остаются предметы которые могут у без них он себя но никак и вот с помощью этих методик он помогает своему клиенту разобраться разобраться что ему нравится чем ему нравится заниматься еще есть такая техника тоже очень интересная мы если хотите вам тоже ее вышлю могу вам дать как еще один вариант человек задает себе вопросы допустим такие вопросы когда своей жизни вы чувствовали себя наиболее наполненным то есть человек вспоминает когда ваша жизнь была наиболее когда вы были в согласии с собой когда вы испытывали легкость гармонию вот надо записывать а люди записывают вот это записываем потом спрашивают хорошо а кем бы вы кем вы хотели стать когда вы были маленьким пишет человек что однозначно вы умеете делать что вот у вас получается реально люди пишут перечислить и вещи которые постоянно вас притягивают но похожие вопросы чтобы вы делали если вы знали что вам остался жить один год кстати хороший вопрос если вам осталось жить один год знаете приходите к врачу ну просто техосмотр и вам говорят а знаете у вас же это один год и конец это шок такой у вас ипотека вы планировали ли двадцать ищу жить а вам говорят приехали годик тебя осталось и все никакой ипотеки конец что ты будешь делать чем будете заниматься этот год лежать и страдать до обижать из страны вот видите вы уже знаете что будете делать но вот это все пишите вот эти вот я вам вышлю эти вопросы ради интереса представьте что вы вот уже подошла смерть вы прожили долгую счастливую жизнь и с удовлетворением оглядываетесь на служить я не знаю это правда такое бывает или нет вот оглядываетесь и вот что вы видите в этой жизни тоже классический вопрос который использую чем вы занимались таким что вот вы с удовлетворением смотрите на свою жизнь и говорите да я не зря я прожил теперь еще один вопрос тоже такой коварный вы выиграли в лотерею и что годик вы поездили по всем странам купили все игрушки дорогие машину все телефоны квартиру большой выигрыш был вот уже все есть везде поездили ну хватит уже надоело вот чем вы будете заниматься понятно да я вам вышлю этот вот в тоже вопросник можете себе подумать но смотрите как хитро здесь подходит сейчас будет интересно что здесь не было составитель этого вопросника говорит после того как вы ответили на все эти вопросы возьмите эти ответы и посмотрите на них внимательно и найдите что там схожи что объединяет все эти ответы что объединяет и там могут объединять вот допустим и вот когда мы кушали разговаривали с одним из студентов он рассказывал мне свою историю о том как он раньше работал где спасают как это называется а нет нет в медики которые спасают людей с не скоро по реанимации он работал в реанимации вот но нравилось человеку много лет потратил на это больше большого успеха достиг в этом и потом так вот получилось что он стал работать в банке и банк банк значит прогорел конкретно ему захотелось этот банк ну помочь эту банку выйти опять на вот есть разница между работать в реанимации и работе в банке с точки зрения сфер это разные сферы но что объединяет в этом человеке когда он работал в банке и когда он работает спасатель или реаниматором там и там что он делает спасение то есть человеку нравится попадать в ситуации где надо реанимировать кого понятно и вот когда вы отвечаете на эти вопросы да то у вас глядя на эти вопросы можно увидеть там общее допустим один мой друг рассказывал он работал химиком ну там соединял разные там элементы там вот наблюдал как они соединяются потом ему нравится готовить и потом ему нравится рассказывать лекции вообще не похожие вещь но там есть одно общего этих всех трех вещей ему нравится наблюдать преображение когда из вот из этого раз и преображается нравится преображать вот такие тонкие вещи потому что иногда человеку сейчас еще одно чудо вам расскажу тоже мой друг психолог рассказывает приходит к нему клиенты и спрашивают вот что-то мне хочется хочется вот куда-то вот в горы туда ну вот по и на вы на лыжах покататься вот вот на заработать много денег и на лыжах покататься вот с большой горы где-то там европе он говорит а зачем зачем вам это хочется сделать но мне вот не нравится вот тут на лыжах вот вниз вот а что вот там вот нравится вот на лыжах вниз ну вот дух захватывает и что ну как что ну как бы вот ну и не думаешь ни о чем никакой работы в голове просто дух захватывает ага то есть вам не хочется думать о работе да о чем вам хочется думать но мне хочется думать о чем-то другом но о чем тут выясняется что иной ей вот эти лыжи нужно только для того чтобы не думать о работе они сами по себе ну то есть есть другие варианты как не думать о работе не только лыжи что она не может себе позволить себе поехать туда на лыжи. Нет у нее денег на это. Говорит, ну все, жизнь неуспешна, потому что не могу поехать на этих лыжах покататься. Но оказывается, того же самого можно получить и другим дешевле. А, вот оказывается, что мне надо. Да тебе не лыжи надо. Тебе надо... И не коньки даже. Нет. Оказывается, ей нужно просто сменить работу. И все. Но к тому, что у нас очень сильно там вот все запутано, очень сильно все запутано. И вот эти разные техники, они направлены только на то, чтобы раскопать наши, действительно, наши желания. Вот и все. Но у многих из вас, скорее всего, окажется, что вы уже работаете, уже занимаетесь тем, ну что вам нравится. У многих. Скорее всего, так не будет. Может быть, немножечко надо подкорректировать, что-то немножечко подкорректировать. Но в основном к этому возрасту уже все определяются, что им надо делать. Но тем не менее, можете попробовать. Может, что-то какие-то открытия будут. Какие-то открытия будут интересные. Еще есть какие методики. Люди приходят к астрологу. Правильно вы написали. Где у нас приходят психолога? Психолога. Психолога мы разобрали. Астролога, да. Астролог. Если человек квалифицированный астролог, он может посмотреть, там просто видно в карте, какие желания, какие способности есть у человека, и он может дать направление, в каком развиваться ему. Также есть соционика. Есть такая наука, которая, она может недавно существовать, но он очень практичный. Ее специально создали для того, чтобы брать на работу тех, кто под эту работу подходит. Они типируют людей и помогают человеку определиться, по крайней мере, в каком направлении ему нужно идти и что у него хорошо будет получаться. Вот несколько вариантов того, что можно сделать для того, чтобы мы могли понять, где наши желания и какова сфера. Какова сфера. И я хочу еще один дать трансцендентный способ вам. Нематериальный. Он выглядит таким образом. Это написано в ведах. В ведах написано. И там приводится критерий, по которому человек может понять, чем ему заниматься. И духовный поиск предназначения в социуме. Первое, человек читает духовную литературу. Я сейчас объясню, как это работает. Человек читает духовную литературу, которая говорит о его вечном предназначении. У нас какая проблема? Проблема в том, что из-за того, что люди навязывают нам, и мы хотим быть кем-то, какая-то гордыня, какую-то самую... Как это назвать? Ну, гордыня назовем. Человек хочет быть кем-то, доказать кому-то что-то и все остальное. Мы начинаем путаться. Чем же мне заниматься? Но когда человек читает духовные книги, вот мы говорим о предназначении, вечном предназначении, если со стороны вечности посмотреть, то не хочется... Ну, какие-то вещи начинают терять смысл. То есть доказать, что я богаче всех остальных. Да кому это надо? Через 50 лет нас обоих не будет. Я сейчас ему что-то доказываю, а у нас обоих не будет. У нас есть какие-то сейчас амбиции, вы только представьте, через 50 лет... Нет, уже через месяц вы об этом забудете. У нас есть какие-то проблемы, мы переживаем, что кто-то ВКонтакте нам поставил какой-то дизлайк. И мы переживаем, мы думаем, почему так несправедливо? Надо отомстить. Сейчас я должен то и вот это сделать, доказать ему что-то. Ну, так вот чуть-чуть отстраниться, да через месяц мы не будем это помнить. А сейчас я так переживаю. Поэтому люди, которые обращаются к ведам, к духовной литературе, они начинают, ценности начинают меняться. Уже не так важно там, престижно, непрестижно, главное, чтобы полезно было. И вот человек, который читает веды, читает духовную литературу, у него появляются другие ценности. И духовный учитель это тот, кто может эти ценности как-то актуализировать своим поведением, своим примером. Я думаю, у вас у всех был опыт, когда попадаешь в общество каких-то сильных людей, духовно сильных людей, сразу начинаешь как-то по-другому мыслить. Ценности меняются. Как-то вот эта вот иллюзия, вот эта мишура, она начинает куда-то растворяться. У меня вот всегда такой опыт возникает, когда я вижу своего духовного учителя. Я вижу, то есть он приезжает, начинает рассказывать, говорить, и ну как-то у меня все вот это вот какие-то желания, стремления чего-то здесь доказать, убедить, и все остальное, я начинаю как-то меркнуть. Думаю, это же все так иллюзорно. Вот оно, настоящее. Меняет ценности. Чего я так злюсь на этого человека? Зачем я к этому стремлюсь? Это же все, ну, мы же кушаем, чтобы жить, а не живем, чтобы кушать. Раз переоценка происходит. Такой эффект возникает, когда человек встречается с чистыми представителями духовной традиции, и, соответственно, он начинает уже больше понимать, о чем ему действительно надо заниматься. Я много-много раз так видел, что люди, которые начинают практиковать духовную жизнь, они в материальном начинают понимать, чем им заниматься. До тех пор, пока ценности странные, там вообще не разберусь, где мое, а где мне с телевизора сказали. Все так переплетено. Но когда человек начинает духовный путь, через какое-то время я наблюдал это много раз. Человек начинает вот этот мусор навеянный, он быстро раз и исчезает. А вот то, что связано с нашим предназначением на эту жизнь, оно становится ясным, и даже, может быть, я не суперзвезда, который известен и богат. Да какая разница? Главное, что у меня я к цели своей приближаюсь. Но человек с материальными целями его это не устраивает. Ему хочется быть суперзвездой. И он будет все, что угодно делать, кроме того, что надо. И вот эти вот три вещи веды, учитель, свадхарма и в конце концов радость являются, четыре вещи, являются критериями того, что человек занят своим делом. То есть веды, значит, духовное, духовные ценности. Учитель это человек, который эти ценности представляет, показывает и вдохновляет идти этим. Человек после этого разбирается, что же действительно ему надо делать. Ну, что-то наносное начинает уходить и приходит та радость, о которой мы говорили. Много раз я это испытывал, на себе испытывал, увидел, как другие люди за счет духовной практики разбирались даже в том, чем им надо заниматься в обычной жизни. Вот несколько вариантов, вы можете любым из них воспользоваться, и это поможет вам разобраться, но если не работать, то хотя бы в какой сфере вам можно еще добавить, чтобы было больше удовлетворенности. стоит. Спасибо за субтитры,